После пожаров в Кемеровском торговом центре по всей стране спасатели проводят учебные эвакуации. За месяц сотрудники МЧС проверили в областном центре все места с массовым пребыванием людей. Парадоксально, на главное замечание вовсе не к системе пожаротушения или оповещения, а к самим посетителям. Несмотря на вой сирены и указания персонала покинуть здание, люди не торопятся прерывать трапезу или шоппинг. Нельзя относиться к срабатыванию системы противопожарной защиты как к учебной или ложной, или какой-то непонятной. Необходимо всегда реагировать как к настоящей. Нельзя себя убеждать. Вот эта ложная убежденность, она может в итоге привести к проблемам. И таких случаев немало, когда люди думают, что учебная или ложная тревога, и, соответственно, не предпринимают должных мер к эвакуации. Это кадры с камеры видеонаблюдения на фудкорте торгового центра «Серебряный город». В субботу вечером, когда посетителей было довольно много, сработала пожарная сигнализация. Охранник, который почувствовал дым, позвонил 01. К счастью, никакого пожара не было. Однако учебную эвакуацию тоже не назовешь. Большинство посетителей оперативно покинули здание. Впрочем, оставались и те, кто собирать вещи не торопился. В соответствии с алгоритмом действий и инструкциями проводилась экстренная эвакуация всех посетителей. Что касается сработки систем, мы посмотрели журналы, все системы сработали. Волна проверок и учений вызывают у горожан двоятие чувства. С одной стороны, все понимают, что противопожарные тренировки необходимы, что в экстренной ситуации паника пострашнее открытого огня. С другой стороны, регулярные эвакуации на работе, учебе или в общественных местах уже изрядно поднадоели. Я живу в общежитии, и у нас очень часто срабатывает сигнализация пожарная. И люди безразлично на это реагируют, даже не выходят из комнаты и так далее, потому что думают, что это учение или просто что-то там задымилось. Ну, я бы пошел, скорее всего, потому что я считаю, что это достаточно опасно. Если происходит какая-то пожарная тревога, нужно обязательно идти в связи с теми событиями, какие вот недавно происходили. Здесь, как мне кажется, есть риск спутать учебные тревоги с тревогой, которой нужно действовать оперативно. Я думаю, что, наверное, средства массовой информации нужно ввести, в том числе просветительскую работу. Ну, я бы эвакуировался, конечно. Надо все-таки, чтобы люди тренировались к этому, а то эвакуация проводится, а они сидят там дальше кино смотрят, там едят. Просто некоторые люди не могут распрощаться своей едой. Психологи говорят, что отказ от эвакуации вполне объясним. Люди могут резко реагировать на внешний раздражитель. Эффективно донести до посетителей информацию о потенциальной угрозе помогут правильные сирены с оптимальным уровнем громкости, а также грамотные действия персонала и охраны торгового центра. Кроме того, чтобы учебные тревоги не вызывали отторжения, нужно проводить их регулярно, а не только после трагических событий. Посетители центров, в случае, если возникает непривычный для них сигнал, говорящие о какой-то опасности, они недостаточно отчетливо понимают то, что опасность может быть реальной. И происходит определенная конкуренция. Они себя ведут осознанно, пришли совершать некие покупки, совершать какие-то другие действия, допустим, пообедать. Ребенок находится где-то под присмотром и перестроиться на другую, простите, программу деятельности довольно трудно. Многие наивно полагают, что все беды и происшествия происходят где-то далеко, и уж с ними-то точно ничего не случится. Чтобы в условиях реальной опасности принять жизненно важное решение, не стоит разделять эвакуации на учебные и настоящие. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.